Я всех приветствую, кто сегодня собрался с нами провести время, может быть, даже для кого-то с пользой. Моя лекция называется «Цитологическое исследование выпадов грудной полости». Зовут меня Мария Гладко, я ветврач-лаборант, цитолог, патоморфолог сети ветеринарных центров Катанай. Ну, попробую вас не усыпить своей лекцией. И в этой лекции, поскольку я лаборант-цитолог, мы рассмотрим выпады со стороны, как мы, цитологи, видим эти выпады у себя в микроскопе. И что для вас значат непонятные вот эти всякие макрофаги, нейтрофилы, эзинофилы. За это мы немножко попробуем еще и посмотреть, потому что на словах это все довольно тяжело воспринимается. Я попробую визуализировать. Так, ну, поехали. Ну что ж, для общего развития нам, что жидкость может появляться у нас вообще в организме животного в трех полостях. Это грудная полость, брюжная полость и перикардиальная полость. Все то, что вы присылаете из-под кожи, это все не выпады, это просто жидкость. Так что имейте в виду, что только три полости, которые у нас могут наполняться выпадами. Ну, сначала начнем с преаналитики, что материал мы, поскольку это выпад, да, жидкость, материал мы отбираем в пробирку для клинического исследования крови. Либо это с гепарином лития, либо с ЭДТА. Пробирка для клинического анализа крови нам нужна, чтобы мы там подсчитали цитоз, это ядросодержащих клеток. И также оценили клеточный состав, ну, то есть сделали мазки из этой жидкости и уже глазами оценили, что же мы там такого и можем интересного на стеклах найти. Ну, соответственно, на досадочную жидкость, да, плазма, она подходит для измерения общего белка, альбумина, ну, триглицеридов. Ну, в общем, это если вдруг, ну, белок мы в любом случае обязательно измеряем, альбумин тоже по потребности, триглицериды, хорестерин тоже идут у нас как дополнительные уже тесты. Ну, и очень желательно присылать мазки, вот такие вот, которые вы сделаете не, ну, как можно быстрее, то есть максимум 30 минут у вас есть на то, чтобы сделать мазки. Желательно, вот если вы открутите вот эту пробирку, да, с ЭДТА, из осадка сделаете мазки и пришлете эти мазки нам. Для чего это нам надо, почему быстро, я, когда выпады конкретно будем рассматривать, я это вам все объясню. И категорически против мы того, чтобы вы нам прислали жидкость в шприцах. Очень морфология от этого зависит, морфология клеток, что мы увидим на стеклах, потому что это вот в шприце без антикоагулянта у нас, конечно, ну, могут быть сюрпризы. Вот, и лаборатории крайне, мы, на самом деле, уже катанайта, в принципе, отучили уже от этой пагубной привычки в шприцах присылать. А вот, ну, я знаю, что лаборатории, конечно, страдают и очень нервничают лаборанты, когда к ним вот эти шприцы несчастные приезжают и прямо терпеть. Идеальный вариант, вот, клиническая пробирка, мазки, пару мазков, 10 мазков не надо, просто пару мазков. И, ну, если есть возможность биохимическую пробирку взять, ну, возьмите, мы из нее будем уже делать биохимические показатели. Ну, макрооценка жидкости – это, соответственно, то, что вы, в принципе, сами можете уже предположить, глядя на эту жидкость. Если, ну, оценивая ее цвет, прозрачность, там, если осадок выпадает, то есть, да, если у нас там красный, красно-розовый, коричневый цвет, это значит, что у нас там присутствует кровь. Если уже эритроциты разрушаются и жидкость приобретает коричневый цвет, да, то есть уже гемоглобин у нас превращается, ну, стареет, да, и поэтому в коричневый цвет превращается. Желтая жидкость – это, соответственно, у нас наличие билирубина большое количество. Белый цвет или белый зеленоватый, ну, белый – это лейкоциты или жир, но, соответственно, если бело-зеленоватый такой, да еще если воняет какой-нибудь кислятиной, да, или гнилью, то, соответственно, там наверняка очень много лейкоцитов, и это будет эксудат у нас бактериальный. Вот. Прозрачность, консистенция, если в направлении хотите – описывайте, хотите – не описывайте. Вообще, когда цитолог вам будет в заключении выдавать, вот эти все макроскопические оценки жидкости – это все указывается в описательной части. Какие же биохимические показатели мы из этой жидкости можем сделать? Это общий белок, альбумин, триглицериды, холестерин, общий билирубин. Опять же повторюсь, что общий белок мы делаем в любом случае обязательно, а уже альбумин, триглицериды, холестерин, билирубин – это уже по сколько-постолько, но как потребуется. Если надо, значит, делаем. Там уже в зависимости от каждого конкретного случая. И цитоз – это количество ядросодержащих клеток в одной микролитре жидкости. Мы его считаем так же, как количество лейкоцитов в крови. В принципе, наверное, можно посчитать цитоз этот на анализаторе гематологическом, но есть анализаторы гематологические очень чувствительные, которые плохо переносят жидкости со свертками, вот такое вот все, в которые надо прям, чтобы все, чтобы при аналитике все соблюдалось, чтобы свертки не попадали. Поэтому если это жидкость, и вы владелец анализатора гематологического, то заведите еще камеру Горяева, чтобы просто вам не загадить свой анализатор, а вы могли в камере Горяева эту жидкость посчитать. И я боюсь, что там, если будет кроме лейкоцитов в жидкости еще какие-нибудь там клетки, допустим, опухолевые или макрофагов большое количество, то анализатор может просто запутаться, куда эти клетки совать, и будет результат кривой. Поэтому, конечно, цитоз считать в жидкости лучше всего старым, добрым, надежным способом при помощи камеры Горяева все-таки. Ну, сейчас мы уже переходим непосредственно к самим жидкостям, и существует вообще несколько механизмов возникновения той или иной жидкости. То есть жидкость у нас может выпотевать в результате транссудации, то есть нарушения динамики жидкости в результате снижения анкотического давления. Также процесс экссудации может наблюдаться в результате нарушения сосудистой и мезентелиальной проницаемости, нарушения лимфатического дренажа и целостности лимфатических сосудов определенный вид выпота нам даст. Кровотечение, разрывы внутренних органов, и также у нас новообразование тоже способствует появлению того или иного типа жидкости. При анаплазиях, в общем-то, в принципе, могут все виды жидкости у нас образовываться в грудной полости. По количеству белка и цитоза выпоты различают на транссудаты, модифицированный транссудат, эксудат, а также выпоты с высоким уровнем белка, которые включают в себя геморрагический, хелиозный и неопластический выпад. Вот сейчас вот эти все выпоты мы конкретно рассмотрим. И вот такие вот, что здесь у меня написано на слайде, да, транссудат, модифицированный транссудат, эксудат, стерильный и нестерильный хелиоз, геморрагическая жидкость, еще некоторые вариации, там неопластический выпад. Просто бывает, мы пишем, что высокобелковый выпад. Вот эти все виды выпатов, вот такие вот могут быть заключения у нас, которые, ну, вот вы прочитаете от врача-цитолога. Ну, поехали тогда конкретно по выпадам. Сначала про транссудат. Механизм у него образования следующий. Из-за увеличения гидростатического давления в сосудах, а также снижения осматического или онкотического давления в сосудах. Там, наверное, дальше лекторы будут читать, ну, свои презентации. И там, наверняка, будут вот эти все вопросы освещены про вот эти давления нонкотическое, гидростатическое, что куда, чего, почему выптевает. Ну, как же это мы видим, да, когда к нам приезжает в лабораторию такая пробирка с выпадом. Это будет бесцветная жидкость, прозрачная, ну, вода водой, на самом деле, мы ее называем, ну, как водичка. Белок здесь будет меньше 25 грамм на литр. Вообще белок варьирует, литература по-разному. Пишет, кто-то пишет 20 грамм на литр, это меньше, кто-то 25. В общем, тоже, ну, в зависимости от источника литературы вы найдете там, в принципе, разную информацию. Но вообще часто белок низкий, он бывает там 12, 10, 8, ну, так что до 25 трансудат редко, когда бывает. И низкий, соответственно, цитос. Цитос низкий даже бывает менее 1 тысячи клеток. Вообще бывает 0 целых, там, 0-5 тысяч. И в мазке мы видим небольшое количество макрофагов. Обычно такие мазки скудноклеточные. Так и будет у вас в описании звучать, что материал содержит, что препараты содержат материал скудной клеточности, и там какой-то там, ну, скорее всего, это даже низкой диагностической ценностью. Вот будут там несколько завалящих макрофагов, причем, возможно, не этих, не активированных. Ну, какие-нибудь мезотелиальные клетки, лимфоциты могут попадаться. Есть такая у нас проблема, когда материал может контаминироваться кровью. И тогда нам сложновато этот, ну, трансудат приобретет, соответственно, на красный цвет, да, и у нас и белок повысится, и цитоз повысится, потому что клетки, ну, из крови назалетают, да, у нас в этот трансудат. И, в общем-то, мы здесь, ну, с диагностической ценностью будет вообще беда, потому что мы не можем понять, трансудат это. В общем, если на этом фоне мы увидим, вот, допустим, эритроциты, мы пишем контаминация кровью, и, в общем-то, тут может варьировать, то это трансудат, то это модифицированный трансудат. Вот, в общем, постарайтесь брать жидкости чистые, я понимаю, что от вас, ну, бывает, что мало, мало от вас, что зависит, но чтобы как можно меньше контаминировать от хозяйства все кровью. Следующий у нас выпад – модифицированный трансудат. Он может образовываться в результате из трансудата, да, то есть стоит у вас эта жижа в полости, да, и со временем, с течением времени туда может больше выпотевать макрофагов, нейтрофилы приходят, и, ну, поэтому его называют модифицированный трансудат. Он также может образовываться при повышении гидростатического давления в легких. И из-за, ну, оливиолярные капилляры, они более проницаемые для белка, вот от этого и количество белка, в общем-то, становится и больше в этом выпаде. И поэтому, в общем-то, вот так вы назвали модифицированный трансудат. Белок в этом случае у нас будет 25-30 грамм на литр, цитоз тоже побольше трансудата. В мазках будет такая же низкая клеточность, мало макрофагов, лимфоциты могут болтаться, вот это макрофаги, вот это макрофаги активированные. Видите, макрофаги, когда вот имеют такую цитоплазму пенистую, да, ну, как будто что-то там происходит в них, процесс, они что-то растаскивают, то это называется активированные. Вообще, цитолог в заключении должен указывать, что есть макрофаги неактивированные, но они будут похожи, ну, вот, допустим, вот на этот макрофаг, который вот на 4 часа лежит, ну, только у него поспокойнее будет выглядеть цитоплазма, а вот это вот, которые макрофаги на 7 часов, вот эти два, это будут активированные макрофаги. Ну, это все тоже указывается в описании. Жидкость может быть макроскопически от прозрачного, светло-желтого, соломенная, может быть, она и прозрачная, может быть, неполной прозрачности. В общем, это все так, такие эти описания уже зависят от восприятия цвета лаборанта. Вот переходим к оксудату. Эксудат, он у нас образуется в результате повышения проницаемости сосудистой стенки, да, и из-за увеличения порозности сосудов. То есть, ну, когда воспаление влияет на стенку сосуда, порозность, соответственно, увеличивается, и все вот эти макрофаги, нитрофилы начинают радостно в жидкость у нас выпотевать. Причины у нас разные, либо это какие-то бактериальные, да, у нас инфекция, воспаление внутренних органов, новообразование, разрывы внутренних органов. В общем, сейчас мы немножко детально этот эксудат посмотрим. Эксудат этот в пробирке приобретает цвета, может быть, разного. Он может быть красный, может быть коричневый, может быть зеленый, может быть белый, может быть желтый. В общем, это цвет очень разнообразный. Белок более 25 грамм на литр, часто более 30. Белок вообще может варьировать и до 70 грамм в эксудате, и, в общем, довольно высокий может быть. Но вообще часто где-то в районе, там, ну, около полтинника этот белок. Цитоз тоже более 5000 микролитров, и тоже цифры могут быть совершенно разные, там от 5000 до 150 тысяч, да, все зависит от конкретного случая. И вот у нас, я тут повесила, ну, фотографию, это эксудат, но у нас, видите, здесь он, ну, большое количество крови, это контоминация крови будет. И вот здесь мы видим нитрофилы, вот эти вот потрепанные такие, да, жизнью потасканные, макрофаги, вот это, которые на 11 часов, это реактивный мезотелий клетка. И вот тут тоже отдельно я его вынесла фотографию, вот это реактивный мезотелий. Если он на самом деле может вот этот реактивный мезотелий приобретать совершенно злокачественные признаки, и если неопытный столок у вас сидит в лаборатории, то с перепугу он вот эти вот реактивные мезотелии может запихать в клетки новообразования и сказать вам, что мы там еще подозреваемые, есть подозрения на карциному. Ну, вот часто у нас вот этот реактивный мезотелий, когда вот это вот воспаление сильное, да, на фоне, вот этот реактивный мезотелий, он может забивать с толку, что стоит ли подозревать новообразование, или все-таки у нас вот этот мезотелий так выглядит в результате, ну, реактивности, ну, в результате вот этого сильного воспалительного процесса. Если это жидкость из грудной полости, мы обязательно измеряем альбумин еще, кроме общего белка. Эксудаты у нас разделяются на стерильный или еще его называют, может еще быть, асептический название эксудат. То есть вы получите в заключении либо стерильный эксудат, либо асептический эксудат, либо небактериальный эксудат. Есть три варианта, это кто, как, чего привык называть. Вот. И что же мы увидим в мазках, да, из такого эксудата? Вот они, у нас макрофаги присутствуют, макрофаги активированные, видите, они все такие вакуализированные, есть вот эти какие-то включения, да, вот эти синие гранулы, вот эти вот, это, скорее всего, они поедают, нитрофилы утилизируют, и вот хроматин вот это у них превращается вот в такое, в цитоплазме. Нитрофилы, я там пониже скажу, различают дегенеративные и недегенеративные. Если бы это был выпад из-под кожи, да, для нас бы это имело, в принципе, значение, ну, не выпад, если это было просто материал там какой-то кожного, да, образования, то для нас имело бы значение дегенеративные и недегенеративные, потому что недегенеративные у нас сопровождают обычно воспаления небактериальные, а дегенеративные нитрофилы, я фотки там ниже покажу, они сопровождают процессы бактериальные, да, то есть если есть бактериальная инфекция, нитрофилы у нас превращаются в таких потрепанные ребят таких, которые, ну, тяжело им справляться с бактериальной инфекцией, и они вот не очень красиво выглядят. А в жидкостях вообще нитрофилы будут все с признаками дегенерации, потому что жидкость, в общем-то, довольно агрессивная такая среда для них, и они себя там не очень плохо, ну, не очень хорошо чувствуют, и поэтому вот в такие тряпки превращаются. Вот, также у нас, может быть, еще и зенофильный выпад, редкое явление на самом деле попадается, у меня было, ну, их штук пять, наверное, за всю мою деятельность, вот, очень красивые и нарядные, и зенофилы вот такие вот красивые присутствуют, они прям, ну, красивый выпад, мне нравится. И не знаю там, какие доктора потом, какие выводы из этого делают доктора. Обычно зенофилы же сопровождают у нас неопластические процессы, да, это, допустим, ну, с лимфомами они могут, если, ну, лимфома присутствует, то зенофилы тоже там их хорошие друзья. Вот, и если вдруг у нас какая-нибудь идет паразитологическое поражение животного, да, или, допустим, идет миграция личинок, то, в общем-то, эзенофилы тоже могут приходить, чтобы бороться вот с этими паразитами. Это у нас нестерильный септический эксудат. Тоже мы можем в заключении получить такие, ну, такие слова, что нестерильный эксудат, септический эксудат, либо бактериальный эксудат. Вот признаки, то, что я говорила, да, дегенеративный нейтрофил. Вот здесь вот внизу слайды подписаны у нас, что дегенеративный нейтрофил обычно выглядит вот такой, у него такое отекшее, опухшее ядро, а вот обычный нейтрофил недегенеративный, но он выглядит, как у нас в мазке крови, то есть он весь такой, целая цитоплазма у него, да, не нарушено ядро такое вот у него, прям четенько оформленное, а дегенеративно у него тут и цитоплазма поплыла, и ядро, какое прям отекшее. Вот. Основным признаком септического эксудата у нас является наличие фагоцитоза. Напоминаю вам, что фагоцитоз – это процесс поедания, я по-простому скажу, поедания нейтрофилами или макрофагами бактерий. То есть мы должны обнаружить, вот здесь вот я вам покажу, на наличие бактерий внутри именно нейтрофила или макрофага. Вот. На слайдах, да, если внимательно посмотреть, что у нас, ну, довольно много здесь бактерий на слайде, ну, на фотографиях представлено, и что в свободном лежат пространстве, да, то есть, ну, на фоне препарата. И если мы увидели бактерии на фоне препарата, то нам обязательно надо искать эти бактерии внутри нейтрофилов. Вот, допустим, вот здесь вот, на картинке, которая справа, слева внизу, тоже вот внутри бактерии. Бактерии могут быть разнообразных форм, коки, стрептококи, палочки, филаментные бактерии, вообще, может быть, просто, может быть, мономорфная популяция, да, одни коки лежат, могут быть полиморфная популяция, бывает прям совсем помойка-помойка, что там все есть. И вот. И почему же нам важен так фагоцитоз? Если обнаружили фагоцитоз, то 100% это бактериальный эксудат. Просто бывает, что видели только в фоне препарата бактерии, а вот ищем, 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 и не видим, что ни один нейтрофил не жрет. Скорее всего, это контаминация бактериями, да, то есть в процессе отбора материала мы просто занесли эти бактерии извне. И, в общем-то, поэтому так и напишем, что эксудат, а в комментариях контаминация бактериями. Но на самом деле для грудной полости это не очень характерно, да, контаминация бактериями. А вот если выпад у нас из брюшной полости, то да, там пока берешь материал кишки, можно задеть, и, в общем-то, и с кишечником у нас может контаминироваться материал. И обратите внимание на фотографию, которая у меня вот здесь внизу, крайне левая, что на фоне препарата вот это не бактерии лежат, вот эти вот розовые штуки, это так выкрашивается белок какой-то. А вот тут внутри, это, скорее всего, макрофаг, внутри макрофага у него вот это вот уже бактерия. То есть тоже, если ты... Просто бывает, что тоже неопытный лаборант смотрит в микроскоп, видит такую картину в фоне препарата, ему это кажется бактериями. Нет, это не бактерия. Бактерии, они тут имеют вообще довольно четкую форму, да, либо коки, либо диплококи, ну, то есть шарики, палочки. В общем, вот с этим, если, ну, внимательно на самом деле, потому что если у нас нет бактерий, вот такой фон препарата, чтобы вот это вот у нас не запихали в бактериальный эксудат. И, соответственно, если мы обнаруживаем присутствие бактерий в препаратах, то очень будет хорошо, если ваша лаборатория дополнительную окраску использует по грамму. Наши врачи просят эту окраску по грамму. На самом деле, довольно часто это грамм отрицательная микрофлора. Ну, не знаю, по моему опыту, это где-то процентов 80 на самом деле будет. Вот. Но иногда случается счастье, и нам попадает грамм положительная микрофлора. Грамм отрицательная у нас розовая микрофлора, а вот грамм положительная у нас в зависимости от производителя краски, либо фиолетовые, либо синие у нас микроорганизмы. Вот здесь вот представлено на фотках, которые у нас справа находятся, синенькие вот эти штуки, вот это вот все у нас грамм положительные. Вот здесь вот тоже грамм положительные бактерии. Ну, надеюсь, что вот эта окраска по грамму нам немножко дает возможность нам подобрать антибиотик. Не знаю, там, конечно, бакпосев. Конечно же, бакпосев показан вообще при наличии бактерий, да, у нас в выпаде, но, не знаю, у всех разные возможности. Есть регионы, где, в принципе, бакпосевов нету, ну, не производят лаборатории. Страна у нас большая, разнообразная, все по-разному регионы оснащены диагностическими, да, возможностями. Но заказать в лабораторию в общем-то набор краски по грамму это, в общем, все в силе. Краска не дефицитная, российские производители ее делают. И, в общем-то, ну, у кого нет, заведите. Штука полезная, возможно, терапевты даже скажут спасибо вам за это, что мы хотя бы различаем какая-то микрофлора. Так, следующий у нас инфекционный перитонит кошек. Как будет выглядеть выпад при инфекционном перитоните? Наша довольно распространенная патология у нас среди наших кошачьих частенько появляется. Сразу же скажу, что только по цитологическому исследованию выпада такого мы можем заподозрить, ну, предположить, что возможно у него ИПК все равно все вот это вот, такой диагноз нужно подтверждать лабораторным исследованием, да, там, ПЦР и ИФА дальше сдавать. Но опять же у нас, опять говорю, что страна большая, не не везде это делают, и, в общем-то, просто взять жидкость и посмотреть под микроскопом измерить белок альбумин, в общем-то, тоже так, ну, хорошая такая помощь терапевту. Ну, соответственно, видели вы все эти жидкости, это будет желтая, желто-оранжевая жидкость, часто она вязкая, там могут быть какие-нибудь такие свертки, слизеобразные, она такая вязковатая, редко, когда она бывает жидкая, ну, из-за количества белка, вот это все, ну, она такая, ну, бывает плотная по консистенции, вот, желтого цвета, ну, потому что, там наблюдается же у нас гемолиз мощный, и, соответственно, вот билирубин у нас, как продукт распада эритроцитов попадает, ну, вот в этот выпад. Белок часто высокий, более 40 грамм, ну, бывает там 48, 50, около, и 60, разные, видела. И, что характерно, вот если у нас бактериальные эксудаты или просто эксудаты, высокий белок, высокий цитоз, а при инфекционном перитоните у кошек у них высокий белок и низкий цитоз. Цитоз даже, вот у меня здесь написано, 2,6 тысячи микролитров бывает, что вообще там даже 500-200 штук у нас лейкоцитов не набирается в микролитре, то есть там прям совсем бывает, почти пустые мазки. И надо обязательно измерить соотношение альбумин-глобулин. Да, то есть измеряете общий белок, альбумин измеряете, белок минус альбумин, получаем глобулин. И, соответственно, альбумин делим на глобулин, и если у нас соотношение минус 0,4, это высоковероятен ЭПК. Вот это 0,4-0,8, не знаю, ну вот 0,8, это уже, конечно, многовато, и ЭПК там уже не заподозрить. А вот менее 0,4, обычно 0,3-0,2, да, и высоковероятен ЭПК. И в фоне препарата, ну вот мы когда увидим препарат, у нас там будет низкая клеточность, но вот это препарат, который здесь, мазок, да, фотография представлена, это на самом деле высококлеточные для ЭПК. Вообще часто бывает там буквально три нитрофила, два макрофага, и вот этот вот фон, вот эти вот, вот это вот, которое непонятное, да, как, не знаю, как мох какой-то, вот, вот это вот, так выкрашивается белок, и, ну, здесь не пушит фиолетовый, вообще розовый должен быть, вот, и это тоже характерная особенность для мазка из жидкости ЭПКшной, что вот так выкрашивается белок, и вот так вот он распределяется, вот такой вот препарат, вообще, ну, так мы напишем там в комментариях, что цитологическая картина, соотношение альбумин-глобулин, там, характерны для ЭПК, необходимы дополнительные лабораторные исследования ПЦРФ, но были у меня животные с таким выпадом, но ЭПК приходило отрицательно у них, но была у меня кошка, которая вот с такой, с таким выпадом была с инфекционной анемией, эту инфекционную анемию благополучно вылечили, в общем-то, и кошка излечилась, это вот тот случай, когда повезло, что не инфекционный перитонит, это другая болезнь, которая, в общем-то, поддается лечению, более-менее, вот, и, соответственно, только, еще раз напоминаю, только на основании том, что вот желтая жидкость, соотношение 0,4 и менее, и характерная картина для ЭПК, 100% диагноз, конечно, ставить нельзя, это все дальше, мы уже в лабораторию ИФА и подтверждаем. хилиозный выпад, следующий выпад, к которому мы переходим, для, не знаю, не люблю я этот выпад, мне кажется, он совершенно, в общем, жалко врачей, они не знают, как от него избавиться, от этого хилиозного выпада, да, они, то есть, откачивают, 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 и, в общем-то, не знаю, не слышала я этих счастливых случаев, когда ушивают эти лимфатические сосуды и все прекращается, бывает, что он сам по себе исчезает, не знаю, не нравится мне этот выпад, у механизма, у него образование один, да, это истечение лимфы из лимфатических сосудов, либо это физическая обструкция лимфатического протока, да, ну, в результате там какого-то перекрутолегкого, патологии средостений, это все физиологические проблемы, функциональная обструкция лимфатического протока, может быть, нарушение целостности лимфатических сосудов, либо в результате травм, либо в результате каких-то послеоперационных осложнений, врожденные аномалии, ну, и мой любимый пункт другие, да, особенно вот идиопатические причины хиллеза, прям вот, это очень, очень прям так, такое причина, очень прям мне нравится, вот, вот так вот мы его увидим, когда он приедет к нам в лабораторию, в принципе, вы, если, ну, сами уже же, кто опытный, такую жидкость, такого цвета белого, молочного, непрозрачную получает, соответственно, ну, хиллез, да, видно, то есть вы, в принципе, вот здесь в наших услугах-то не особо и нуждаетесь, если только, может быть, смысл ее задавать, этот хиллез, что вдруг там лимфома залетит, но это бывает крайне редко, у меня там в такой жидкости, в хиллезной, там, не знаю, может, пару только случаев, тоже там за 10 лет, что лимфому можно в нем поймать. Бывает вот такая вот слегка розово-розовато-белая жидкость, это когда вот ретроцитами у нас материал контаминирован. Вообще пишут, что надо измерять белок везде, да, его надо измерять, но жидкость хиллезная, она высокожирная, да, то есть там это жидкость, в которой присутствует жир в виде эмульсии, то есть там такие маленькие шарики жира, и измерять на биохимическом анализаторе что-либо из хиллезной вот такой жидкости, ну, такое себе занятие, особенно если ее там не развести, вот, потому что анализатор вам покажет, какие угодно цифры, ну, потому что он технически не может измерить длину волны в такой жидкости, да, потому что у него лучше прямо не проходит, а отражается от этого жира и разлетается в разные стороны, и, соответственно, белок вам может нарисовать и 150, и 120, и какой угодно, и, в общем-то, я не сторонник измерения вообще биохимических каких-то показателей из хиллезной жидкости, но литература нам такое, такую исследование пишет, что мы белок должны измерить, ну, не знаю, ну, книжке, конечно, хорошо, но есть еще технические особенности анализаторов, да, также бывает у нас еще такая, что, ну, такие случаи, что приезжает жидкость более-менее прозрачная, не белая, а в мазках мы видим большое количество лимфоцитов, и вот эти вот розовые, ну, как наморфные вещества, ну, вот эти вот какие-то аморфные облачки, да, розовые, розово-фиолетовые, это вот типичный признак хиллеза, то есть мы в Москве видим малые лимфоциты, вот такие вот розовые структуры, а жидкость у нас не белого цвета, вот так в том случае, ну, бывает просто такая слегка аполисцирующая, ну, желтоватая, прозрачная, тогда в этом случае имеет, ну, имеет смысл измерить у нас соотношение триглицеридов и холестерина в выпаде, то есть вот эти показатели, холестерин, триглицериды, должны быть соотношением меньше единицы, это нам даст хорошее подспорье, что все-таки это хиллез, просто он еще не успел побелеть, то есть с течением времени эта жидкость превратится вот в это молоко, в такого цвета молока, и также можно сравнивать триглицериды выпаде с триглицеридами в сыворотке крови, но это у нас не очень популярно, да, когда у нас и выпад приезжает, и кровь одновременно, обычно это все у нас в разное время приезжает, а триглицериды часто вынесены в дополнительные показатели, в основном профиле их нет. В общем, белок так себе показатель в этой жидкости, триглицериды холестерина, уже по потребности основное, все внимание, конечно, у нас на мазок. Ну вот, различают у нас острый хиллез и хронический хиллез. Острый хиллез – это когда у нас одни лимфоциты малые присутствуют в мазке, и, ну, вот эти вот, я тут вынесла их в отдельные квадратики, вот эти вот розовые штуки тоже признаки хиллеза. Бывает еще хронический хиллез, да, то есть уже не только сейчас хозяйство случилось, а, соответственно, произошло какое-то время, и у нас начали выпотевать дополнительные макрофаги, нитрофилы могут приходить, там, может, и зенофилы. И вот мы здесь видим на левой фотографии, что приходят нитрофилы, ой, макрофаги, вот эти макрофаги начинают утилизировать вот эти лимфоциты, то есть они начинают жрать лимфоциты, то есть, что это их так много тут расплодилось, этих лимфоцитов, надо их быстренько все это подчистить, то есть макрофаги, в общем-то, свою функцию вот этого фагоцитоза выполняет, что надо быстренько все прибрать. Вот, ну и, соответственно, на фоне препарата вот эти эритроциты несчастные, которые, ну, в процессе отбора материала контаминировали материал, вот, так что, ну, так себе жидкость, на самом деле. для врача, наверное, для диагноста, для терапии, для терапевта это проблема, мне кажется, это хелиоз. Следующий у нас вид жидкости это геморрагическая жидкость, по мне, так, совершенно бестолковая жидкость, когда вы такой результат читаете, я думаю, ну и что, ну, геморрагическая жидкость, и что нам с этим делать? Ничего, она нам, никаких ответов на наши вопросы она нам не дает. Не знаю, тоже не очень я ее любовлю, и она может образовываться в результате травм, в результате новообразования, ну, или если какие-то коагулопатии присутствуют у нас, у животного, то такая жидкость может быть, хотя, мне кажется, это редкая такая история, там один, может, случай. Часто, да, неоплазия сопровождает, и самое отвратительное, что мы в этой жидкости мы видим, что это геморрагическая жидкость, а клетки новообразования поймать нам кое-как сложно, бывает. То есть, в общем, когда эту жидкость я вижу, некоторый комплекс какой-то испытываю, что типа, блин, ну, ничем я тебе, доктор, помочь не могу. Ну, что, бывает. Ну, по крайней мере, мы ответим на вопрос, есть. Механизм у нас один, потери целостности эндотелия, да, то есть, ну, оболочки сосудистой стенки. Вот так вот она у нас будет выглядеть, эта жидкость, в пробирке у нас будет розовая, красная, коричневая, разнообразная, ну, в общем, все-все оттенки красного, розового и коричневого, бывает непрозрачная, бывает полупрозрачная, неполная прозрачная. Белок у нас будет более 30 грамм на литр, ну, и выше. Тоже белок может варьировать. И цитоз тоже может варьировать, на самом деле цитоз может быть и тысячу, и может быть 25 тысяч. Основной характерной особенностью этого выпада у нас является наличие эритрофагоцитоза. Эритрофагоцитоз – это когда у нас в макрофагах и иногда и нитрофилы у нас, я не знаю, вот нитрофилы у нас есть на левой фотографии, которые с макрофагами, ну, с эритроцитами. То есть у нас внутри, когда у нас начинают жрать макрофаги, эти эритроциты, то есть такое большое количество эритроцитов у нас в жидкости, что вот уже надо организм чистить, опять приходят макрофаги и начинают жрать эти, ну, эритроциты утилизировать. Не должно же быть эритроцитов в выпаде, поэтому процессы идут, все работает, макрофаги все это дело подчищают. И вот мы видим такой эритрофагоцитоз в мазках, но там мы с вами в начале лекции говорили о том, что важно делать нативные мазки не позже, чем через 30 минут после отбора жидкости. Так как у нас вот этот эритрофагоцитоз, если у вас лаборант рядом за стенкой, лучше, конечно, сразу ему эту жидкость отдать, хотя бы, чтобы он открутил и сделал сам мазки, потому что сам мазки лаборант сделает, простите меня, все-таки качественнее, чем у нас врачи, потому что врачи, не знаю, что-то с мазками беда какая-то, уже были там и мастер-классы, и черт знает что, и что-то с мазки у нас как-то не сильно научились все-таки доктора делать. Ну, ладно, это стоны лаборантские. Вот. И нативные мазки нам не позже 30 минут нужны, потому что вот этот эритрофагоцитоз, пока пробирка стоит, пока едет в лабораторию, и если мазков нет, у нас эритрофагоцитоз может случиться в пробирке. И мы уже не поймем, истинный это эритрофагоцитоз или этот эритрофагоцитоз случился у нас в процессе транспортировки, хранения, а эта пробирка у нас может ехать сутки, может двое, и в общем-то, и там уже непонятно, то ли это эксудат небактериальный, то ли это геморрагическая жидкость. Поэтому большая просьба к вам, уважаемые доктора. Если отправляете жидкость, любую жидкость на самом деле, сделайте, пожалуйста, пару мазков, чтобы мы могли оценить. Если в нативных есть эритрофагоцитоз, то знаешь 100% геморрагическая жидкость. Если нет, то тут у нас начинают возникать вопросы. Но не присылайте в эти мазки в большей части случаев, поэтому остается только страдать. Ну и последний у нас вид жидкости – неопластический выпад. Что мы можем обнаружить? Можем обнаружить карциномы. Часто это у нас вторичные новообразования метастатические. Круглоклеточные новообразования, лимфома, мастицитомы, гистеоцитарные. Но, если честно, из круглоклеточных я видела лимфомы, да, конечно, лимфомы. И было что-то типа плазмоцитомы у нас, но там вообще с животным дальше ничего не понятно. Скорее всего, с ним даже не стали никак разбираться. Мизонхимальные новообразования редко. И тоже мизонхимальные новообразования – это, скорее всего, будут вторичные у нас опухоли. Мизонхимальных, если честно, не видела ни разу я в грудной полости. Часто, да, карциномы. Карциномы довольно легко поймать, если они уже в стадии разваливаются, их довольно много. Но клеток попадает в материал. Ну, вот так вот у нас выглядят карциномы. Это высококлеточные будут препараты. Мы увидим много клеток, располагающихся пластами, какими-нибудь из крупных групп клеток. Это злокачественное новообразование, соответственно, будут выражены признаки у нас злокачественности, да, то есть анизоцитоз, анизокариоз. Многоядерные клетки будут выглядеть, ну, обнаруживаться ядрышки. Ядрышки будут часто укрупнены. Могут быть какие-нибудь у нас там метозов. Метозы тоже может быть мало, может быть много. В общем, если очевидные злокачественные признаки, вообще проглядеть такое сложно. Но бывают случаи, я там один клинический случай покажу, когда можно засомневаться, карцинома там все-таки или не карцинома. Ну и вот лимфомы тут у нас представлены. Лимфомы довольно сложновато их поймать на самом деле, потому что если эта лимфома в капсуле лежит и никуда не разваливается, то выпад эти клетки вряд ли попадут. А если вот лимфома уже в стадии, уже когда начинает эта опухоль распадаться, то, конечно же, да, она, ну, эта опухоль попадается уже. Это будут высококлеточные препараты, лимфоциты, ну, лимфобласты. В общем, соответственно, тип лимфомы мы, конечно же, вам не определим, да, какой по мазкам. Это уже идут дальше на более углубленные исследования, да. Если вам надо какой тип лимфомы, чтобы там, я не знаю, зависит от этого, химиотерапия не зависит, или у вас один препарат на всю химиотерапию. Вот. Вот. Если лимфома в капсуле, то получим мы там геморрагическую жидкость, даже без подозрения на неоплазию, и вот что хочешь, ты с ней то и делай. Вот. Там уже дополнительные там методы исследования, КТ, рентгены, ну, и прочие методы визуальной диагностики вам в помощь. Значит, ну, и вот сейчас расскажу про то, что карцинома, не карцинома был у нас случай, неудобно получилось, конечно, у нас в лаборатории. Выпад, картина вот такая, да, то есть у нас большое количество лимфоцитов, лейкоцитов большое количество, и вот такие вот структуры, да, эпитолиальные структуры, в общем-то, выглядят довольно злокачественно, а не закариоз, да, ядра вот бобовидные, ядрышки есть, вот прям ядрышки такие прям большие, прям вот размером почти с эритроцит. И общий белок 42, ацитоз 93, в общем-то, ну, то, что это эксудат, ну, бабки не ходи, да, но вот эти вот структуры, ой, как сильно нас напрягали, что типа, и мы все-таки поставили вот здесь, в этом, в этом случае мы поставили подозрение на новообразование, да, на карциному, нас только сбило, ну, сбивало нас только то, что животное там было молодое, то ли два года, но, собственно, как бы все мы видели у нас разных возрастов бывают животные с новообразованиями, это сейчас никого не удивишь, вот. Вот, и, в общем-то, мы поставили подозрение на карциному, ну, вот даже метозы есть, да, но есть такая особенность у макрофагов, когда они могут прикидываться эпителием, и вот эти вот, скорее всего, вот эти вот клетки, это, скорее всего, макрофаги, вот эти вот структуры, это, скорее всего, мизотелий, которые в такую жуткую картину, да, вот эти клетки приобрели в результате сильного воспаления. И ребята сдавали на гистологию куски легких и получили вот тут, что получили, что тяжелое хроническое пиоголематозное воспаление с бактериальными там инфекциями и народным материалом, да, то есть, а мы даже бактерий-то не нашли в этих мазках, что-то самое отвратительное. Ну, то есть, короче, лаборатория, вот, это собака, помню, собака у нее была в итоге, кость застряла в пищеводе, перфорация пищевода, перфорация легкого, все это загнило, а нам же жидкость только прислали, вот этого-то нам все подробности-то не рассказали, да, и, в общем, короче, лаборатория лоханулась по полной с этим случаем, так что очень аккуратно. И, соответственно, когда вы получаете заключение, допустим, там, эксудат, неопластический выпад, вот это все, вы очень довольно критически подходите к тому, что вам выдала лаборатория, и, соответственно, ну, карточку-то животного откройте, посмотрите до этого, что, в общем-то, с чем он обратился, там, может, там, вот и такой случай бывает, да, что его надо, в общем-то, убирать инородное тело из пищевода, там, и доставать из легких, а не усыплять его по причине того, что вот он уже смертельно болен раком. Вот, так что, а макрофаги, да, вот это, на самом деле, боль лаборантская, что макрофаги, они могут прикидываться злыми клетками, и если там еще на фоне вот этого спаления, нитрофилов очень много, то и мезотелий может жутко выглядеть, и вот иди тут разбери, либо это опухоль, ну, либо это карциноматоз, либо, и да, карцином, и она разваливается, и поэтому нитрофилы, да, в таком количестве, либо это сильное воспаление, и поэтому эпителий так жутко выглядит. В общем, еще раз большая просьба, не, ну, короче, мы, конечно, вам помогаем, но критически относитесь иногда к тому, что мы пишем в заключениях, ну, и тоже нас поймите, что, ну, мы картину описываем то, что есть, а там дальше уже пазл сложить из цитологического исследования, из заключения, да, из ваших инструментальных, из ваших этих визуальных методов, это уже, конечно, задача врача. Они говорят, что вот лаборатория написала, поэтому вот мы животные убили, лаборатория виновата. Ну, у меня на этом, ну, вот здесь вот табличка сводная, но на этой табличке, на самом деле, больше для, наверное, лаборантов, чем для терапевтов, потому что, ну, может кому-нибудь пригодится. В общем, у меня все. Если есть вопросы, задавайте, пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин